Общее сведение. Аритмогенная правожелудочковая кардиомиопатия Аритмогенная дисплазия правого желудочка Аритмогенная болезнь правого желудочка КМП Заболевание, поражающее стенку правого желудочка, при котором в толще миокарда формируются патологические очаги жировой и фибринозной инфильтрацией, иногда с присоединением воспаления миокардит. Патология была описана под названием Аритмогенная дисплазия правого желудочка в 1977 году Джи. Фонтин после этого исследования продолжил Ф. Ай. Маркус, который в 1982 году дал заболеванию современное название Встречаемость в различных регионах колеблется в пределах 1-6-10 тысяч жителей Среди обнаруженных больных подавляющее большинство составляет Мужчины младше 40 лет, половое распределение 4-1 Имеют тенденцию к наследственной передаче, поэтому в настоящее время большинство форм АПКМП определяют как аутосомно-доминантное Заболевание с неполной пенетрантностью Интерес к заболеванию резко возрос в связи с выявлением его роли в развитии внезапной сердечной смерти Так, гистологические исследования миокарда у детей и подростков до 20 лет, причиной смерти которых явилась сердечно-сосудистая патология Показали, что изменения, ассоциированные с АПКМП, были обнаружены в 26% случаев Аритмогенная правожелудочковая кардиомиопатия причины В настоящий момент общепризнанной точки зрения на причины развития АПКМП нет в виду гетерогенности проявления заболевания Возможно АПКМП объединяет в себе несколько схожих по проявлениям патологии с различной этиологией Но единственной документально подтвержденной теорией на сегодняшний день является наследственная, объясняющая возникновение ритмогенной Правожелудочковой кардиомиопатии генетической мутации При изучении генома больных АПКМП были выявлены аномалии генов в 12, 14, 17 и 18 хромосомах Указанные гены кодируют такие Белки миокарда как альфа-актин, дисмоплакин, плакоглобин, плакофиолин и другие Нарушения структуры этих белков ведут к понижению устойчивости кардиомиоцитов к повреждающим факторам, что и приводится временем к жировой инфильтрации Однако главную роль в развитии аритмии при АПКМП играет нарушение функций белка дисмосом, в результате чего распространение возбуждения по миокарду изменяется В некоторых случаях вместо очаговой жировой инфильтрации стенок правого желудочка наблюдается фибринозная, имеющая воспалительный Характеры, в целом напоминающие картину при вирусном миокардите, вызванном вирусом как саки и дары Такая форма имеет тенденцию к распространению на левый желудочек и характеризуется тяжелым течением, часто приводящим к смерти больного С точки зрения наследственной теории развития АПКМП считается, что мутации генов повышают предрасположенность миокардой к поражению вирусами Большинство мутаций наследуются по аутосомно-доминантному типу с пенетрантностью 30-50% Одна крайне редкая форма аритмогенной правожелудочковой кардиомиопатии Болезнь Наксуса, описано всего 25 случаев, имеет аутосомно-прецессивный характер и высокую пенетрантность, более 90% Гомозиготы по мутантному гену страдают от злокачественной желудочковой аритмии и часто умирают в детстве или подростковом возрасте Классификация ввиду выраженной гетерогенности клинических форм АПКМП и неоднократно принимались попытки систематизировать и классифицировать виды этого заболевания В настоящее время выделяют следующий тип аритмогенной правожелудочковой кардиомиопатии, чистая или эталонная форма Болезнь Наксуса, характеризующая аутосомно-рецессивным наследованием и злокачественными желудочковыми аритмиями Венецианская кардиомиопатия нередко распространяется на стенку левого желудочка, имеет выраженный наследственный характер, пенетрантность Около 50% больные или могут умереть в детском возрасте Болезнь Бакури, форма АПКМП, выявленная в Японии, служит причиной внезапной сердечной смерти подростков Тахикардия, вызванная очагом возбуждения в правом желудочке без экстрасистола или проявлений сердечной недостаточности Редкие желудочковые экстрасистолы, источник которых очаг возбуждения в стенке правого желудочка, ассоциируемый с участком воспаления Такая форма АПКМП может осложняться миокардитом с летальным исходом Аномалия уля – редкая форма АПКМП, характеризующая нарастанием сердечной недостаточности и смертью При гистологическом исследовании сердца обнаруживается полное замещение кардиомиоцитов жировой и фибринозной тканью Неоритмогенная форма в большинстве случаев ничем себя не проявляет Именно с ней ассоциируют бессимптомные случаи внезапной сердечной смерти Симптомы ритмогенной кардиомиопатии Клинические формы АПКМП разделяются на 4 основные группы При бессимптомной форме патология никак не проявляет себя при жизни больного, в том числе и при электрокардиографических исследованиях А ритмическая форма характеризуется развитием тахиоритмии, желудочковой экстрасистолии и появлением других электрокардиографических признаков Субъективные симптомы, как правило, отсутствуют При развитии выраженной клинической формы на фоне тахиоритми возникают кардиологии, приступы сердцебиения, головокружения Наиболее тяжелым типом клинических проявлений АПКМП является развитие сердечной недостаточности по правожелудочковому типу с характерным Симптомокомплексом, венозным застоем, отеками, асцитом При этом сердечная недостаточность может протекать как на фоне нарушения ритма сердца, так и без него В некоторых случаях эти группы отражают стадийность развития нарушений обусловленных аритмогенной правожелудочковой кардиомиопатии Однако у одних больных развитие патологии может длиться годами, тогда как у других от бессимптомной формы до сердечной недостаточности может пройти менее месяца Кроме того, при любой из формы или любом этапе АПКМП возможен летальный исход из-за фибрилляции желудочков, аномалии уля или молниеносного вирусного миокардита Диагностика для диагностики АПКМП в кардиологии используется весь спектр современных методик исследования функций сердца На ИХОК определяется конечный диастолический размер КДР и конечный систолический размер КСР желудочков, после чего эти данные сравниваются между собой Если отношение КДР правого желудочка к КДР левого составляет 0,5 и более, это свидетельствует в пользу наличия АПКМП К КГ признакам арифмогенной правожелудочковой кардиомиопатии относятся удлинение желудочкового комплекса свыше 110 мс на отведении В1 и Псилон волна на сегменте СТ в отведениях В1-В3 инверсия зубца Т в грудных отведениях из-за замедления диполяризации правого желудочка, а также наличие тахиаритмии и желудочковых экстрасистол На рентгеноконтрастной вентрикулографии можно определить дилатацию правого желудочка, причем в ряде случаев прямо визуализируется Выпячивание аневризма в области очага фибролипозной дисплазии миокарда В последние годы для специфической диагностики АПКМП применяется магнитно-резонансная томография с годолиниевым контрастированием позволяющая не только получить трехмерное изображение сердца, но и дифференцировать жировые и вибринозные очаги от неизмененного миокарда Для уточнения диагноза практикую биопсию миокарда с последующим гистологическим изучением тканей при АПКМП будет наблюдаться жировая инфильтрация, изменение цвета и формы диасмосом, а также уменьшение их количества Важным признаком является семейный характер симптомов или наличие у больного родственников, скончавшихся от внезапной сердечной смерти или фибрилляции желудочков В этом случае диагноз подтверждается с помощью генодиагностики Дифференциальную диагностику производятся диапатическими формами желудочковых тахиаритмей Лечение аритмогенной правожелудочковой кардиомиопатии Медикаментозное лечение АПКМП включает в себя антиаритмические препараты амиадарон, саталол Снижение выраженности тахиаритми играет важную роль в сохранении жизни пациента Контроль эффективности препаратов кардиолог производит При помощи халтеровского мониторинга В тех случаях когда медикаментозная терапия малоэффективна прибегают к имплантации кардиовертердивибриллятора или кардиостимулятора При развитии сердечной недостаточности используют ингибиторы АПФК-видилл Разрабатываются техники хирургического лечения аритмогенной правожелудочковой кардиомиопатии Вентрикулатомия, которые сводятся к Удалению патологических очагов и сушиванием миокарда Первые результаты таких операций оптимистичны, однако рецидивы возникают в 30-40% случаев При выраженной сердечной недостаточности эффективным методом лечения будет трансплантация сердца